здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас восемьдесят шестом уроке видеокурса landing page для начинающих и в этом уроке я хочу вам показать просто супер бомба классный виджет который позволяет просматривать картинки в большом размере то есть вы можете не бояться загружать гигантские картинки и они у вас сначала будет выглядеть вот такими миниатюрами но при клике на них будет даже как бы не lightbox а картинка будет показаться во всей своей красе во весь размер и вот что здесь еще примечательно смотреть при наведении мы можем выбрать самостоятельно как бы иконки вот когда я навожу стрелку на картинку стрелка меняется видите на лупу то есть вот эта иконка лупы ее можно поменять на свою также когда картинка откроется будет крестик закрыть изображение также мы крестик это сможем с вами индивидуальный свой загрузить это очень классно и смотрите какой здесь еще классный есть эффект вот если я нажимаю на миниатюру смотрите картинка сразу появляется во весь свой раз огромный размер и когда я ввожу вверх-вниз видите если картинка не влазит я могу всю ее просмотреть это очень 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 крутой виджет также здесь смотрите можно настроить здесь в углу видно да это title и описание описание у меня адрес сайта я повесил заголовок я написал школу федору васильев соответственно любое название цвет этого текста меняется да и обратите внимание вот на мышку у меня место курсора крестик да вот этот тот самый крестик о том о котором я говорил если вам этот крестик не устраивает вы можете заменить его на свой то есть где бы я не был это очень удобно и я могу нажать левую кнопку мыши и изображение у меня закрывается и получается как бы неограниченное количество можно вот таких вот изображений сделать хорошо подойдет например для демонстрации каких-то красивых изображений может быть портфолио давайте перейдем в адоб news и рассмотрим данный виджет итак из библиотеки я перетаскиваю виджет на холст миниатюру вы можете выбрать а просто потянув за любой маркер то есть определиться сразу какую вы хотите чтобы у вас был размер миниатюры и миниатюра вообще картинка большая загружается так идем здесь заливка здесь ничего не трогаем можно только вот нажать на корзинку удалить данное изображение и нажать потом на ссылку добавить и выбрать с компьютера нужное вам изображение например выберу вот это и открыть по добавлению заговорожения здесь все она у нас уже будет работать и давайте поговорим немножко о настройках данного виджета смотрите title это заголовок это тот самый заголовок который будет показан в левом нижнем углу когда картинка раскрыта в полный размер давайте проверим написано title мы например напишем все федор дальше смотрите title color это цвет для вашего заголовка ну давайте посмотрим у нас как выглядит желтый цвет да нам нужен именно код цвета я копирую так сейчас я верну назад тут отмена я скопировал код цвета и вы здесь удаляете все то есть fff это белый цвет да кроме решетки удаляйте все кроме решетки и вставляйте свой код цвета enter дальше title font size это размер вашего тайтла здесь стрелочками можете управлять я оставлю как есть дальше вот это вот следующее поле это есть как бы следующий текст то есть описание напишу просто привет мир и например тоже тут белый цвет идет в описание я вставляю тот же желтый цвет и для описания то здесь те же самые настройки что и для тайтла следующая вот это вот это тоже размер нашего описания также можно стрелочками управлять дальше идем ниже следующая вот эта опция если мы кликнем по списку и выберем первый вариант это отключит показ лупы и иконки крестика закрыть когда мы наводим на изображение то есть если вам нужно чтобы оставалась мышка то есть курсор всегда то вы выбираете первый вариант и соответственно вам тогда не нужно искать здесь дополнительных иконок давайте пока на этом этапе посмотрим что у нас получается вот я навожу на картинку клик видно смотрите тайтл желтый привет мир под заголовок желтый да у нас все работает давайте теперь подыщем симпатичные иконочки для нашего этого виджета переходим на такой сервис iconfinder.com если вы конечно с ним не знакомы этот забугорный такой сервис платных и бесплатных иконок чтобы нам сразу найти нужную иконку нам понадобится еще один сервис от google переводчик он выглядит вот так если вы не знаете как в него попасть перейдите в поиск гугла и в поиске гугла напишите google переводчик это если вы не знаете английский язык смотрите например нам нужно кнопку закрыть пишем здесь по-русски и переводим на английский если у вас здесь языки не выставлены да то вот здесь вот вы можете выбрать с какого на какой язык переводить и копируем слово close то есть эта кнопка закрыть идем в iconfinder и в поле поиска вставляем close и нажимаем на зеленую кнопку поиск нам сервис выдает все иконки с таким названием верхней иконке где написано вот здесь вот один доллар мы их не смотрим это платные иконки мы спускаемся ниже и ищем какие-то а симпатичные бесплатные иконочки помните что иконка не должна быть вас яркой жирный какой-то или большой потому что она будет закрывать изображение но я для примера вам а какой-нибудь симпатичную иконку попробую поставить да ну давайте вот этот мне понравился смотрите как скачать иконку здесь вот есть такая кнопка то есть над каждой иконкой есть такая кнопка png то есть нам нужно формате png это значит с прозрачным фоном нажимаем png и всплывает окно куда вы можете скачать данную иконку значит вы скачиваете ее на компьютер или или же вы нажимаете на саму иконку крестика сразу смотрите размер нам большой размер не нужен да видно здесь 48 на 48 в принципе можно оставить и также здесь по png и скачиваем на рабочий стол или куда-нибудь на компьютер нажимаю сохранить иконка сохранилась идем в google переводчик теперь мы пишем слово лупа копируем английский вариант теперь нам нужна иконка преувеличение также в поиске мы вставляем данное слово нам высвечивается ряд иконок спускаемся ниже и еще что-нибудь симпатичное здесь их не так и много мне понравилось вот эта вот иконочка зайду внутрь вот видите если есть еще размеры то здесь можно кликать по размерам здесь наверху и соответственно показывается здесь ниже в большом размере как это выглядит но я возьму 128 на 128 клику по зеленой кнопки png и скачиваю теперь еще и эту кнопку все иконки мы подготовили теперь как сделать так чтобы они отображались у вас должен быть хостинг то есть даже если у вас лендинг пэтч еще не залить на хостинг виджет позволяет прописать путь до картины а картиночки эти лупа и крестик нужно закинуть в корень сайта у всех хостинги разные поэтому здесь более детально я не смогу объяснить но я быстренько продемонстрирую как я к себе эти иконки в корень сайта сейчас залью достаточно открыть любой ftp клиент или открыть файловый менеджер через хостинг сейчас я открыл файловый менеджер через хостинг я нахожусь в корне сайта и обе иконочки с компьютера выделяю просто вот так перетаскиваю иконки у меня загружаются теперь нам нужно прописать путь до иконок у меня идет адрес сайта вот такой я копирую адрес сайта перехожу в adobe news захожу в настройки и первое поле вот здесь вот внизу это есть путь до иконки лупы выводе удаляете все что там есть и пишите свой адрес куда вы разместили иконки дальше надо написать слэш если у нас это в корне сайта то по сути можно прописать просто название иконки иконка уже должна отображаться название иконки нужно прописывать вместе с расширением название иконки .png или jpeg зависимости какая у вас там иконка и вот смотрите я просто вставляю название иконки здесь соответственно иконка close я ставлю на паузу и прописываю то без вас потому что здесь все делается по аналогии и посмотрим что у нас получится итак я пришел браузер и давайте посмотрим что у нас получается я навожу мышку на миниатюру и посмотрите у нас какая красота просто бомба да то есть увожу мышку и мышка становится просто мышкой смотрите получается какая красота если я кликаю вы видите у нас показывается мой крестик который я указал просто просто бомба просто бомба виджет ну и в принципе как сделать если у вас много изображений то есть вам нужно много разместить вы можете прям выделить данный виджет зажать клавишу alt и левой кнопкой мыши зажать и потянуть сторону так оттянуть отпускаем сначала мышь потом alt опять alt и и и потом просто выделяете например среднюю заливка кликайте по названию изображение и какое-то другое изображение выбираете и она у вас подгружается здесь со всеми теми же параметрами видите миниатюры уже видно ну и абсолютно то же самое к 3 изображение какое-то выбираете открыть не забудьте только если у вас каждой картинке разный тайтл описание зайти в каждый виджет и изменить здесь описание и тайтл если у вас здесь должны быть другие описания вот так вот все просто давайте еще раз посмотрим вот смотрите раз два три все у нас работает на этом я заканчу данный видео урок данный виджет вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет под этим видео увидимся в следующем уроке наверно трудно представить себе современный лендинг-пэйдж сделанный в адоб news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг-пэйдж делайте их круто